На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Представители Гомельской области Высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси продолжают подготовку к новому сезону. Мозорская славя в очередном спарринге минимально обыграла дубль футбольного клуба Гомель. В эти же выходные первая команда зелено-белых встречалась с жидковическим ЮАСом. Матч проходил на поле стадиона с Дюшор 8 в областном центре. Открыли счет гомельчане. На 25-й минуте в ворота гостей мяч забил Алексей Теслюк. Отыгрались гости на последней минуте первого тайма. На перерыв команда ушли со счетом 1-1. Второй тайм начался с прессинга со стороны хозяев. Результат не заставил себя долго ждать и на 57-й минуте Антон Шрамченко поразил ворота ЮАСа. Третий мяч у хозяев забил Павел Трофимчук на 66-й минуте. Последний гол в игре оказался на счету жидковического ЮАСа. На итоговый счет 3-2 в пользу зелено-белых. Я считаю, что к сезону мы готовы процентов на 70. Это касается и вопросов комплектации усиления и в целом готовности игроков. Ошибки есть, на то и тренировочные игры, и сборы, и так далее. Проанализируем ошибки для того, чтобы быть лучше. В ближайших планах у Гомеля учебно-тренировочный сбор в Турции. Он пройдет с 27 февраля по 13 марта. В программе сбора 5 товарищеских матчей. Прошли очередные поединки чемпионата Беларуси по гандболу. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» разгромно проиграла в гостях столичному «СКА» на 18.34. Женская дружина сыграла куда удачнее. Команда «Томожа Чаттера» разгромила городничанку. Первый тайм закончился со счетом 24. После перерыва гомельчанки немного расслабились. И гости попытались сократить разницу в счете. Однако городничанке это не помогло. После финального свистка на табло горели цифры 36-16 в пользу хозяев. Напомню ранее, гомельчанки узнали соперниц по четвертьфиналу Кубка вызова ЕГЭФ. Они сыграют с испанской «Ракасой». Команду уже встречали в сезоне 2013-2014 годов. Тогда все завершилось в пользу испанок. В гостях гомельчанки проиграли 30-20. На домашней арене сыграли в ничью 26-26. Первая игра нынешнего противостояния пройдет 2-го или 3-го марта в Испании. Ответная – 9-го или 10-го марта в Гомеле. Команду получили, могу сказать, самую сильнейшую команду. У них очень хорошие вратары. Это сборница Испании. Пару опытных игроков. У них есть пара легонерок. Кубанки. С Хорватии одна. Это что, если они слабы или нет, это будем вообще просматривать на видео. Настроение хорошее. Мы, как вы знаете, обыграли сейчас БНТУ. Уже начали готовиться потихоньку к «Ракасе». Будет нелегко, но я думаю, что мы можем это сделать. Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике в помещении прошел в Гомеле. По итогам турнира сборная нашей области завоевала 19 медалей и заняла третье место. Серебро досталось команде из Брестской области. Главный трофей увезли легкоатлеты из Могилевского региона. Хочу сказать добрые слова в адрес Гомельщины, города Гомеля. Прекрасная организация соревнований. Видно, что люди болеют с душой. Это очень важно. Неформально, просто для протокола провести соревнования, а вкладывают душу. Юрий Заболотный выиграл в беге на дистанции 60 метров и стал вторым на дистанции 200 метров. В беге хороший результат показали также Юлия Костючкова, Ольга Немога и Владислав Прямов. Они одержали победы на дистанциях 200, 1500 и 3000 метров соответственно. В прыжках в длину первой стала Ольга Сударева. В толкании ядра на высшую ступень пьедестала почета поднялся Максим Захаренко. А Кристина Концевенко не только выиграла в дисциплине прыжки с шестом, но и установила рекорд страны среди юниоров. Гомельчанка Кристина Концевенко, конечно, то, что она показала в Могилеве на чемпионате страны, заслуживает самых высоких оценок и аплодисментов, потому что в таком возрасте прыгать далеко за 4 метра, это не 4,01 и 4,02, а на штурму 4,20, и это результат мирового уровня. Легкоатлеты, показавшие лучший результат, имеют все шансы попасть в состав сборной страны и отправиться на чемпионат Европы. Он пройдет с перо по 3 марта в Глазго. В Орше завершилось первенство Беларуси по боксу среди молодежи. В соревнованиях принимали участие 15 девушек и сотня парней. Гомельские атлеты не остались без наград. Лучшими в своих весовых категориях стали Арина Лозбинева и Оксана Закревская. В состязаниях юношей также два золота. В финалах победили Александр Каревский и Дмитрий Бальков. Кроме того, представители нашего региона завоевали пять серебряных и три бронзовые награды. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.